И уничтожен третий и последний мост, соединяющий Глушковский район Курской области с остальными российскими территориями. Это значит, что теперь на этом участке остаются российские силы, которым надо либо срочно бежать, либо они рискуют попасть в окружение. Видимо, предвкушая скорый отход, кадыровцы решили помародерить. Они попали на камеры и запечатлено, как эти российские солдаты просто обносят ларек сотовой связи в Глушково. Подробности через несколько минут. На другом участке Курской области ВСУ продвигаются к Ольгову, а также бьются за Коренева для прохода к Рыльску. Пока движение украинской армии не остановлено. Из-за этого каналы призывают эвакуировать население этих двух немаленьких городов. Путин при этом пытается максимально игнорировать происходящее и не снимает войска с Донецкого направления для переброски в Курскую область. Причины этого и последствия проанализируем в свежей сводке. Поддержать ее вы традиционно можете вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Я извиняюсь перед всеми, кто ждал вчера сводку и второй видос в Телеграме. К сожалению, я не был у компьютера и довольно сложно их выкладывать, значит, не с компьютера. Сегодня все будет и появился новый способ поддержки. Это звездочки в Телеграме. Я не до конца понял еще, что это, как они работают и все такое. Но можно вот так делать. Это способ поддерживать, в том числе, из России. Ну и главный способ вашей поддержки – это Патреон. Ссылка на него в описании. Это помогает, собственно, каналу существовать. И, собственно, благодаря этому он и существует. Поэтому поддерживайте канал на Патреоне. Итак, перейдем к тому, что происходило за последние сутки. Лужковский район стал самым интригующим в последние дни. Каждый день ВСУ сносит там мосты. Правда, моста там всего три. Поэтому, судя по всему, был снесен последний. В целом, ВСУ продвигаются на запад, одновременно на север. Но, в общем, танки выходят на передовую. Стало известно о захвате Комаровки, Апанасовки и Троицкого. Это как раз в сторону Глушковского района. Туда вглубь, то есть влево от группировки украинских сил. И уничтожен третий мост в Глушковском районе. По крайней мере, об этом сообщают Z-каналы. Фотографий на момент записи, сводки нет. Но об этом пишут несколько Z-пабликов. Например, пишет Романов Лайт, который первым сообщал об уничтожении двух предыдущих мостов. Также данные подтверждает Z-канал «Синяя борода». Украинский канал Exile Nova Plus публикует кадры, как утверждается, третьего разрушенного моста. Но при ближайшем рассмотрении, судя по всему, оказывается, что это кадры первого уничтоженного моста. Потому что мост в Корыже выглядит иначе. Но если верить Z-каналам, то таким образом Глушковский район теперь отрезан от остальной части Курской области, которую контролировала Россия. И с трех сторон, по сути, окружен украинскими войсками. С четвертой стороны вода. Конечно, можно навести понтоны, что в СРФ пытаются делать. Но, судя по сообщениям, визуального подтверждения о котором пока нет, эти понтоны отлично горят. А учитывая, что наведением понтонов и всем остальным заведует генерал Лапин, который однажды при форсировании Северского Донца как раз с помощью понтонов потерял 80 единиц техники дня за 34, можно говорить, что мы можем только приветствовать использование понтонов российской армии. У Глушкова российские военные тем временем занимаются самым настоящим мародерством. В целом, склонность военно-ФРФ заниматься мародерством даже на своей территории хорошо известна. Однако впервые это зафиксировано на камеру столь детально. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok То есть кадыровские мародеры просто берет и обносит салон сотовой связи. Курский телеграм-канал опубликовали это видео с российскими военными, которые грабят салон мегафона Глушкова. Военкор Владимир Романов написал, что долбоебов записи уже нашли. Советник губернатора Курской области, з-блогер Роман Алёхин сообщил, что на видео два чеченца. Теперь обращусь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных. И тем более свое же население при граничье, которое с первых дней своего готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных. Вы конченные мрази. Единственная мера для вас это смерть. Добавил Алёхин. По его словам, эти двое мразей уже отвечают за свое мародерство. Тут, конечно, прослеживаются некоторые странные двойные стандарты, потому что российская армия мародерит в принципе много. Это зафиксировано. Ой, моя любимая, это когда в задканалах начинают писать по тому или иному поводу. Ну, типа, например, не знаю, в Москве открывается какая-нибудь станция метро, что они такие, а вот украинцы писали, что мы унитазы воруем. И как бы украинцы не писали, писала об этом медиазона, показывая фотографии, как российские военные выносят сантехнику, технику и все на свете, а также отследив посылки с ДЭКов, какие города отправляются на мародерина в украинских населенных пунктах. Да, поэтому факт. Ну, есть в России жирующая Москва, чуть менее жирующая, чем раньше, но тем не менее жирующая, но Москва Россией не является. В основной массе своей люди живут довольно бедственно. Да, сейчас у них поднялись зарплаты, но они не поспевают за скоростью инфляции. Поэтому, собственно, по факту люди в России как жили бедно, так и остаются жить в бедных условиях. Впрочем, сами при этом себя эти условия создавая, поддерживая Владимира Путина и партию власти, которая единственное, что делает последние 20 плюс лет, это обворовывает страну и держит ее в нищете специально, потому что нищими людьми управлять гораздо проще. Их поманишь какими-нибудь двумя миллионами рублей за подписание контракта, и вот они уже готовы идти вокруг помирать. Поэтому, что называется, не бака фича, а мародерство от российских военных очень распространено, поэтому даже удивительно, что за него они собираются наказывать. Хотя, когда настолько вот очевидная история, да, мародерство в Курской области, то, наверное, какая-то реакция нужна. Впрочем, верим ли мы их словам, что их накажут, я не особо, особенно учитывая, что это кадыровцы. Но вернемся к самому Лужковскому району. Речь идет о территории в 700 квадратных километров, то есть это площадь, которая примерно на две трети потенциально увеличит контролируемую ВСУ территорию Курской области. Собственно, котел в Лужковском районе формируется уже сейчас. Мне не нравится использовать слово котел, потому что в этой войне столько раз говорили про котлы, а на самом деле котел был лишь один раз. Назов встали, и то котел это можно назвать котлом, это с натяжкой, простой прогулкой для российских военных это точно не было. Но главное, ну, в Лужковском районе, а как по-другому назвать? Когда вот есть группировка, она запирается с трех сторон, четвертая река, на которую наводят понтоны, и по наведенным понтонам тут же бьют хаймарсы. Типа, что это, если не окружение? Но тут надо отметить, что окружение все-таки обычно под окружением имеется в виду какие-то более маленькие куски территории, потому что, в принципе, какая-никакая группировка, ну, может создать очаговое сопротивление, да, и засесть и пытаться обороняться. Собственно, главный вопрос теперь, будет ли Россия пытаться оборонять Глушковский район изнутри, включая Теткина, силами, которые там по факту заперты без снабжения и пополнения, или же попробуют их в срочном порядке оттуда уводить? Скорее всего, мы увидим как раз первый вариант, что им скажут стоять насмерть, потому что Владимиру Путину сейчас нужно выиграть время. И вот здесь я немножко остановлюсь и поясню поподробнее, как я вижу нынешнюю ситуацию. Если вы посмотрите на Донецкую область, то Россия не только там не снизила темп наступления, но как будто и увеличила его, бросив все, что оставалось на захват территории Покровского и Торецкого направления. По моим прикидкам, это попытка вынудить Украину свернуть операцию в Курской области или хотя бы уменьшить темпы продвижения ВСУ. Путин считает, что чем больше будет угроза Покровску и Торецкого, тем больше украинское общество и военные будут давить на руководство страны, чтобы они перемещали силы туда. Расчет в целом понятный, но я не думаю, что осуществимый. Все смогли убедиться, что Курская область приковывает гораздо больше интереса и внимания. Оно и понятно. Наступление на Донецком направлении, как бы это цинично ни звучало, идет уже год. Вот, фактическая область превращена в выжженную землю. Часов яр, эвакуирован почти полностью Торецк, уже город-призрак. Покровск начал эваку гражданского населения прямо сейчас. Это не значит, что это неважные города, особенно Покровск. Безусловно важные. И я верю, что ВСУ имеет все шансы их удержать, если продержаться до конца августа, середины сентября. И буду в этом помогать, как смогу, сборами и всем прочим. Но с политической, военно-информационной и дипломатической точки зрения, Курская область, конечно, дает сильно больше преимуществ. Поэтому я не думаю, что план Путина сработает. Спустя две недели наступление в Курской области давление ВСУ не ослабевает. Как вы помните, многие военные аналитики, в том числе Титулован и известные, с третьего дня рассказывали, что продвижения украинских войск больше не будет и что Россия смогла выстроить оборонительные рубежи. Мы видим, что это не так. Под угрозой теперь Глушковский район. Корнева, либо частично, либо полностью под контролем ВСУ. А движение на Льгоф и Рыльск не считается фантастикой, а воспринимается как вполне вероятное развитие событий. И, в общем, поэтому я полагаю, что Путин дрогнет и в какой-то момент начнет переброску войск с Донецкого направления. Но это, скорее, область догадок. В любом случае, что-то перебрасывать придется, потому что нынешние силы, которые задействованы с российской стороны в Курской области, они не могут остановить украинскую армию. Украинская армия будет продолжать продвигаться. Я уже много раз говорил про эту аналогию, но история про две едущих машины, кто первый свернет. Однако у ВСУ мотивации сворачиваться в Курской области гораздо меньше. Потому что Покровское направление, Торецкое направление, Часов-Яр, по факту бои начались вот прям, прям бои в Часовом Яру, как правильно, в Часовом Яру. И то там как раз это один из участков фронта на Донецком направлении, где меньше всего у России продвижение за последнее время. В Торецк только-только попыталась зайти, техника была уничтожена, до Покровска еще топ-ти-топать 10 километров, 12-13-14, по-разному оценивают это. Поэтому, учитывая, что Россия еще даже не начала большой битвы за города Торецк и Покровск, считать, что у них есть достаточное количество ресурсов и резервов для того, чтобы это сделать, особенно терпя неудачи на других участках фронта, я сильно сомневаюсь. Более того, как бы это не было контринтуитивно, но я ожидаю, что вот в ближайшие 10 дней августа и половину сентября Россия, наоборот, попробует нарастить атаки на остальных направлениях. То есть такой большой-большой вабанк, чтобы ВСУ были вынуждены оттянуть свои войска, в том числе и с Курской области. Но я думаю, что ВСУ тоже не глупцы сидят, поэтому догадаются, что этому оппонировать. И, возможно, мы, кстати, увидим в обозримом будущем еще один удар со стороны ВСУ по какой-нибудь незащищенной российской области или области контролируемой России. Но все это области догадок, не хочу вас ими напрягать. Перейдем тогда к анализу ситуации от настоящих военных аналитиков, а именно к мнению Константина Мышовца. Это украинский военный аналитик, довольно известный, и вот что он пишет про Курское направление. На Курском операционном направлении замысел, план украинского командования, думаю, уже стал достаточно очевидным. Особенно после ударов по мостовым переходам через реку Сейм и, вероятно, выхода передовых подразделений ВСУ на западный берег этой реки на отрезке Бырдин-Теткина. По-моему, задача состоит во взятии полностью под контроль ВСУ части Курской области Российской Федерации, южнее реки Сейм, на отрезке от Алексеевки до рубежа спальной гири. Насколько я понимаю, пишет он, по состоянию на позавчерашний вечер в этом отношении ближайшей задачей была определенно ликвидация Теткинского выступа. Учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ уже вышли с востока на рубеж, приблизительно Комаровка-Ново-Ивановка, это не кажется столь уж нереальным, пишет он. Теперь о реакции российского командования на события на Курском операционном направлении. Очевидно, было решено крепиться до последнего, ожидаемо. То есть на данный момент в группировке войск противника Север приказано найти внутренние резервы, направить личный состав по разнообразным загашникам, включая бывшие Кёнигсберг и Полярные части, но выставить по меньшей мере 5-6 формирований уровня батальон в боеспособном состоянии на ключевые направления. Для разнообразия предлагалось самого модного дженераля Лапина отправить под Курьева. Ну, это маршавец помечает, что шутка. Единственное, на что согласились старшие товарищи, это вернуть в составе группировки войск Север его штатные силы и средства, то есть части и соединения которых на постоянной основе входят в состав Ленинградского военного округа. Например, подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады ОМСБР уже фиксируется в тылах группировки Курск. Ну и, насколько я понимаю, пишет маршавец, 80-й ОМСБР тоже вскоре подтянется. Первая из Краматорского направления, вторая из Приднепровского. Обе из состава 14-го армейского корпуса. В общем, это и есть искомых 5-6 батальонов, но это если эти бригады доедут до Курска, причем не в разобранном состоянии. Однако реальная потребность в силах и средствах у противника на этом направлении значительно больше. Это очевидно. Оперативная плотность войск, которые располагает на Курском операционном направлении российское командование, пока не позволяет ему полностью затормозить движение ВСУ. Никакие нормы и стандарты россиянами в этом отношении там не выдерживаются. Они способны перекрывать основные транспортные узлы направления, но должным образом решить проблему, остановить ВСУ, не могут. Если отвлечься от профессиональной терминологии, пишет он, то скажем так, пока россияне имеют на этом направлении очаговую оборону, благодаря чему передовые мобильные группы и подразделения ВСУ находят в обороне противника щели и продвигаются на флангах и тылах противника. Хотя пытаются ее наращивать и делать сплошной. В этом смысле упомянутые мной 5-6 батальонов коренным образом не решат вопрос, рано или поздно командованию противника придется задуматься о резервах большего масштаба. Тем более, что российское командование в присущем ему стиле вводит в бой, как говорят, военные с колес. Я еще во времена балаклейского наступления в ВСУ его подробно описывал, поэтому повторяться не буду. Эти разбитые сожженные российские колонны под Рыльском, под Коренево, это прямое следствие управления вождения войск, демонстрирующее командование ГВ «Север». Таким образом, становится очевидно, что перегруппировка определенного комплекта войск сил ГВ «Север» противника из Волчанского направления, части подразделения 11-го и 44-го АК, проблемы так и не решили. Остановить ВСУ противнику пока не удается. Вместе с тем, основную массу своих резервов российские ГШ не спешат задействовать в качестве сантехнического пакли на Курском операционном направлении. Ну, собственно, никто не рассчитывал на то, что там служат невежды. В конце концов, модные полосатые штанишки и красивые палеты, они там носят не просто так. Там некоторые из них даже высказывали на определенных совещаниях, шедших почти стадом, дерзновенную мысль, а не скосплеить ли нам ВСУ и подготовить, так сказать, свой асимметричный ответ, так сказать, неожиданном для них месте. Проблема заключается лишь в том, что этот ответ, ровно как и сантехнические работы в Курской области, будут нуждаться в очередной, причем нехилой партии сил и средств. Вопрос, где их быстро и достаточном объеме взять. Мобилизация уже не спасет, потому что требуют затраты главного ресурса, которого у пыла почти не осталось времени. И так, в стратегическом смысле, перед военно-политическим руководством РФ это то, что мы называем коллективом психопатов-чекистов, захвативших Кремль. В контексте текущего хода войны стоит сразу несколько, скажем так, проблем. Протечки, которые угрожают превратиться в настоящий потоп в Курской области, нужно чем-то поклевать. Покровск-Старецком также надо брать, но они до первого еще даже не доползли. Отказ от этих наступательных амбиций ради сантехнических работ на Курщине будет означать то же, что для ВСУ означало их прошлогоднее наступление. Очевидно, ни ВСУ, ни Украина вообще в этом году не сдадутся и не падут. А между тем, внутри самой РФ появились достаточно веские и достаточно неприятные колокольчики в финансово-экономической сфере. Может так случиться, что на следующий годовой цикл начнет чего-то чувствительно не хватать. Вероятно, в Кремле сейчас судорожно просчитывают последствия продолжения мобилизационного развертывания в СРФ. Но эти последствия даже сейчас вообще непредсказуемы. От экономики, включая дикорастущий ВПК, который и так страдает от недостатка квалифицированных рабочих рук в условиях полуизоляции, до социально-политической сферы или межнациональных отношений. И все это нужно решать не то чтобы одновременно, а очень в очень короткий срок. Более того, на это нужна целая куча денег, ресурсов, а главное людей. Как выяснилось, если начать отгребать от всего страшного мобилизационного ресурса РФ, всякого рода непригодных и забронированных в строй Кремля, найдется достаточно кого поставить и немало, но как обычно есть нюанс. И главный из них, а кто сказал, что Украина будет тихонечко наблюдать за попытками Кремля решать свои текущие перспективные цели? По-моему, пишет он, главные подарки, как правило, готовятся на Рождество. Загадочно он на что-то намекает. Давайте поговорим о подкреплениях чуть в общем, потому что мы все с вами уже, я думаю, выучили, что операция в Курской области в том числе была нужна для того, чтобы оттянуть российские войска. Что получилось, что не получилось. По поводу резервов пишет телеграм-канал украинского офицера под ником Офицер. Он рассказал, что россияне перекидывают свою десантуру с Волчанска на Курское направление, и это звучит как правдоподобная история. Российская армия перебросила в Курскую область всего где-то 5000 военнослужащих. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник. Собеседник издания рассказал, что в зоне боевых действий с Украины находятся бригады из Донецкой области, где российские войска ведут пленных. Остальные подразделения, как утверждается, были сняты с менее важных для России участков фронта. По мнению источника Wall Street Journal, такого усиления недостаточно для остановки последующего отступления ВСУ из Курской области. России необходимо как минимум 20 тысяч военнослужащих, утверждает собеседник Wall Street Journal. Потому что Wall Street Journal утверждает, что Украина направила в Курскую область 6000 военных. Еще 4000 военнослужащих ВСУ поддерживают операцию, находясь в Сумской области. Теперь давайте переходить к Рыльску и Льгову. Военный аналитик Ян Матвеев в своем телеграм-канале «Карта и стрелочки» пишет, что идут бои за Коренева. Там пока без конкретики, пишет он, но это тоже скорее в пользу ВСУ. Российская армия обычно показывает свои успехи. В Северной идут бои в районе Ольговки, там был подбит танк ВСУ и Кременова. Там беспилотник уничтожен БМП, несмотря даже на ее раскладной мангал. Тут надо отметить, что действительно мы довольно мало получаем информации со стороны Украины, со стороны России. Мы получаем искаженную информацию, текстовую информацию со стороны России про собственные успехи. Я думаю, верить нет никакого резона, и вы понимаете почему. Поэтому каждый раз ждем каких-то видео, фото, подтверждений. В общем, в Коренево, да, бои идут. Пока, насколько я понимаю, населенный пункт не взят украинской стороной, но немалая его часть контролируется ВСУ. А севернее, около Калинова, украинские солдаты на БТР «Страйкер» устроили засаду на российскую буханку с эмблемом северной группировки. Воюют в Харьковской области. Известные передовые рубежи в этой части фронта проходят через общий колодезь, Сафоновку, Каучук и Кромские Быки. Но вполне возможно, что ВСУ двинется и дальше, и, судя по всему, на это намекает очень многое. Так, например, Алехин пишет, что украинцы уже в 8-10 километрах от трассы Е-38. Этот рубеж Левшинки как минимум. Вполне допускается, что туман войны скрывает от нас еще какие-то продвижения ВСУ. К слову, российская армия, побеждающая украинцев, который день, особенно словами Аптия Аладдинова, не заявляла и не подтверждала до сих пор ни одного населенного пункта, который вернулся под контроль России. Если прикинуть описанное на карте, то выглядит это примерно вот так. Собственно, здесь ВСУ идут на Льгов. А вот если посмотреть зону целиком, которую контролирует ВСУ и зону, в которой идут бои, вы поймете, в чем в целом замысел. Местные власти предупреждают жителей, чтобы они не смели возвращаться в эти города. Несмотря на то, что Герасимов рассказывал, что уже войска украинские остановлены, что опасность миновала, фронт стабилизировался, возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе сворачивается, оборачивается страшными трагедиями, сказала глава Кореневского района Курской области и призвала его жителей не возвращаться в свои дома из-за боев с ВСУ. В Кореневском, как и в Суджанском районе, была объявлена эвакуация после атаки ВСУ на Курскую область. Однако мне кажется, что бояться нужно в первую очередь кадыровцев-мародеров, а не войска ВСУ, которые пока ничем таким не отличились. Воинкор Романов также предлагает эвакуировать Рыск и Льгов уже сейчас. Вот как он это объясняет в своем видео. 940. Со стороны Рыська. Прям... Со стороны Рыська. Льгов подъезжаем. Вот FPV летает здесь противника, соответственно. Но они трассу стараются перерезать. Пока еще движение, как вы видите, есть. И ситуация опасная. И разумно было бы Рыська и Льгов эвакуировать сейчас. По той причине, что мы не эвакуировали. Вот после моста, где взорванного населения в полном объеме. То есть там эвакуация проводилась. Но там очень много. Я глазами, я говорю. Я знаю, что говорю, потому что я видел сейчас это все глазами. Мы с Романом Сапаньковым видели это все глазами. Вот. И до конца не эвакуировали. Народ не знает, что делать. Он хочет эвакуироваться. Не знает, как просто. Администрация все закрылась на ключи. И вам всего доброго называется. На хорошем настроении. Вот. Поэтому пока не поздно эти населенники тоже эвакуировать. Потому что если трассу перережут, то есть надо предусматривать угрозы. Вот. И превентивно на них реагировать. Всю эту трассу сейчас перережут, но все. То есть население будет отрезано. Вот. И это будет все гораздо тяжелее. Не знаю, чем. Он опять. Уже привычно, к сожалению, обращу ваше внимание на то, что эти зетники, везущие снаряжение для армии, то есть выполняющие функции военной логистики, едут на гражданских машинах без опознавательных знаков. По крайней мере, вот то, что я вижу на видео. Может быть, какая-то часть от меня закрыта. И я не вижу, что там обозначено, что это машина военных. Но многие вчера задались вопросом. А почему куряне не выходят с коктейлями Молотова, как выходили украинские граждане? Не пытаются сопротивляться и бороться? Многие обратили внимание на запись, которая появилась несколько дней назад. На ней мужчина требует, чтобы жители Курской области не были столь равнодушны к священной миссии убивать украинцев. Давайте посмотрим это видео. Так, хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что вообще в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание. Куда вы уезжаете? Отдайте машины свои пацанам, которые сейчас будут класть жизни свои за то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы ебаные. Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь. Есть идеи, почему жители Курской области не собираются воевать с ВСУ? А? Есть идеи? Может быть, все-таки ВСУ не ведет себя, как российская армия, не уничтожает города, не убивает всех там присутствующих, не сжигает старосту. И в целом, возможно, жители Курской области, поскольку они близко к Украине и там много людей с украинскими корнями, чуть лучше понимают, что это Россия начала эту войну, что это Россия пытается уничтожить Украину и так далее. И что война может закончиться по щелчку пальцев просто за секунду, если российские солдаты уйдут с территории Украины. Интересная публикация про то, как готовилось наступление в Курской области. Это происходило в строжайшем секрете и сюрприз, мягко скажем, удался. Накануне наступления в Курской области Украина рассматривала также сценарий удара в Брянской области и комбинацию двух атак или больше. Об этом пишет Икономист со ссылкой на источники. Главная цель наступления отвлечь войска РФ на Донбассе и создать козыри для любых будущих переговоров, отмечает издание. Главком ВСУ держал в тайне свои планы, делясь ими только с небольшой группой людей и с президентом Зеленским. С президентом Зеленским он также обсуждал план наедине, без журналистов, без фотографов. По данным журналистов, ГУР подключился к операции на одном этапе. Всю информацию собирала именно армейская разведка. Киев намеренно скрывал все детали операции от Запада, потому что Сырского был негативный опыт работы с ним. Одну операцию было приказано отменить и полностью прекратить. А значит еще одну операцию, которую он проводил, о ней узнала Россия. Поэтому Запад не самый надежный партнер, когда вы планируете какие-то дерзкие операции, особенно в логове врага. Но тем не менее, западные партнеры реагируют довольно, я бы сказал, вменяемо. Правительство Стармера в Великобритании сознательно решило не связывать, что доставляет оружие для операции ВСУ в Курской области. РФ пишет Sunday Times, но что там внутри? Sunday Times, перевод которых вы можете почитать на русской службе BBC. Надеюсь, они умеют хотя бы переводить. Вышла статья о реакции британского правительства Кира Стармера на украинские наступления в Курской области. Стармер и министр обороны Джон Хилли на прошлой неделе приняли решение более открыто признавать степень участия Великобритании в Курской области. Примерно так может быть то, что как быстро признали, что в наступлении используют Челленджер 2. Британские министры считают, что их союзники все еще слишком боятся эскалации. Напрасно. Сами они в то, что Россия применит ядерное оружие, тактическое, не тактическое, неважно, не верят. Русские постоянно извергают огонь и серу, цитирует Sunday Times анонимного британского источника. «Могу вам пообещать, что с их начала войны у них ни один мускул не дернулся в направлении ядерного оружия. Мы все время за этим смотрим, потому что тактическое применение ядерного оружия включает в себя много стадий. В этом задействованы много людей, происходит много передвижений ракет», — пояснил он. Помните, мы с вами обсуждали, что вчера ночью, ну, в ночь с позавчера на вчера, случился пожар на базе Росрезерва. Давайте чуть поговорим про него. Пожар на нефтебазе Росрезерва в Ростовской области после удара украинских дронов попал на спутниковый снимок. Радио «Свобода» публикует спутниковый снимок пожара цистерн с топливом в ФГКУ, комбинет «Кавказ-Росрезерва» рядом с городом Пролетарск в Ростовской области после ударов украинских дронов в ночь на воскресенье. Собственно, да, это было почти точно воскресенье. Российские источники утверждают также, что второй БПЛА взорвался на территории хранилища топлива, когда пожарные тушили последствия попадания первого. Это вторая атака украинских беспилотников на базе Росрезерва за 15 дней. В результате в Астахановском сельском поселении Ростовской области возник пожар, затронувший не менее четырех емкостей с топливом. По состоянию на утро 19 августа она продолжает гореть. И еще немного о Донецкой области. Многие из этого канала вчера написали о взятии Нью-Йорка российскими войсками, которые им нравятся скорее с эстетической точки зрения, я имею в виду российским войскам. Тем не менее, вот как эту информацию раскритиковал украинский канал Сазонов. Вот что он пишет. Друзья, по Нью-Йорку вчера видел даже не вражеские бодрые крики, что мы взяли, а наши. Мол, все, отступили и потеряли, ночью побратались, помирились. Ситуация на самом деле, как говорит мой кошмар, петушина. То есть в переводе на нормальный армейский сложная, но контролируемая. Нет в этом населенном пункте еще остаются наши позиции. Противник не взял город полностью. А идут бои. Из плохого, да, оккупанты продвигаются к городу и контролируют большую его часть, пишет он. Да, есть ощущение, что через пару дней или неделю мы на него уйдем. На оперативном уровне это не катастрофа. Больше напрягает конкретно северный флаг и Нелиповка. Штурмуют они из двух направлений и Нью-Йорк тут ни при чем, отмечает, собственно, блогер. Маленький аппендикс, который не оказывает влияния ни на вышеупомянутый Торецк, ни на Покровское направление. Так что не впадайте в депрессию, не кричите прозраду, помолитесь за тех, кто держит позиции в этом направлении, в этом населенном пункте. Они титаны. Помолитесь и за тех, кто из Нью-Йорка отступил. Они сделали все, что могли и гораздо больше. Фронт не прорван и взятый квартал в маленьком городе ни на ключевом направлении не вредит абсолютно. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов добавляет, что остаются серьезные проблемы в координации подразделений в Донецкой области. На Торецком и Покровском направлениях необходима единая связь между подразделениями артиллерии, ВПЛА, пехоты, быстрая координация и взаимодействие. Резонно полагает он. Если условно одномоментно заменить кучу комбригов и подразделений на одну, которая будет равна общему количеству людей в этих подразделениях, то ситуация кардинально изменится. Но сейчас нужно исходить из того, что есть единственный вариант – наладить взаимодействие. Я не упоминаю в своих постах ни одного командира и бригаду, но те, кому нужно, поймут, о ком я говорю. Я не пытаюсь наводить панику и показаться умником, понимаю, что в такой обстановке можно не увидеть даже элементарного, но надеюсь, что-то изменится, больше мне сказать нечего. Пусть нрав и холодный разум будет с нами в эти трудные дни. Ну, ребята на курском направлении, желаю крепкого, говорят, вы красавчики, делайте свое дело и никого не слушайте, закачивает он свой пост. Ну и напоследок юмористическая относительная история. Маск не дарил Кадырову сайбертранк. Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил сайбертранк российскому генералу? Илон Маск сообщил, что он не дарил автомобиль Кадырова. Напомню, 17 августа глава Чечни опубликовал видео, на котором было видно, как он катается по Грозному на автомобиле, сверху на котором установлен пулемет. Кадыров рассказал, что машину ему подарил Маск и пообещал, что кибертрак будет отправлен в зону СВО. Также он пригласил миллиардера в Чечню. Что такое произошло? Некоторые американские журналисты наехали на Маска за такой подарок человеку, находящемуся под санкциями США. В итоге Илону пришлось отвечать у себя в соцсетях на нападки. Впрочем, репутация у Маска уже такая, что я думаю, мало кто удивился бы, если бы он действительно подарил сайбертранк Кадырову или Путину или кому угодно еще. Потому что, ну, довольно часто мы видим, как Илон Маск высказывается в поддержку всевозможных диктаторов, странных идей и ограничений. Но, получается, соврал Кадыров в очередной, впрочем, раз. И, возможно, сайбертрак он обнес вместе со своими подельниками. Они обносили телефоны, а он обносил сайбертрак. Единственное, что надо сделать Маску, чтобы ему поверили, это отключить этот сайбертрак. Это же можно сделать дистанционно, вычислить его и отключить. Иначе все слова Маска это просто слова.